Всем привет! Давненько на канале Шарарама не выходили интервью. Пора это дело исправлять. Сегодня мы специально сняли комнату в квартире Доры, чтобы в прекрасной атмосфере пижамной вечеринки записать интервью вместе с действующим модератором Шарарама с этифобией. Катя, привет! Привет, Дань! Все знают, что зебра это твой коронный образ. Расскажи, как ты стала зеброй, кроме того, что ею родилась? Вообще я родилась в год дракона, но образ зебры тоже мне близок. Получается, гибрид зебры и дракона? Именно так. Новый шарамак зебракон? Да. Кстати, хорошая идея. Продолжай. В 2013 году я много играла в шарарам. Практически постоянно. Мне всегда нравилось в игре ознакомиться с новыми людьми. Это и до сих пор так. Я заводила много разных знакомств. Тогда, как и сейчас, многие ребята любили общаться компаниями, узким кругом друзей. Мне тоже хотелось влиться в подобную компанию. Я стала подражать знакомым, которые были одеты в панд и изображали их. У меня костюма панды не было, поэтому я оделась в зебру. Так и появился мой образ. Нравится ли тебе образ зебры? Мне нравится скорее составлять креативные образы, подбирать интересные луки. И стрелы. Ну типа. Образ зебры это все-таки более устоявшийся персонаж, которого помнят как раз ребята тех лет, которые меня давно знают. Сейчас довольно мало играет моих знакомых из 2013-2014 годов. И мало кто узнает меня по образу зебры, поэтому я его уже практически не ношу. Зебры быть хорошо. Смешарики могут быть спокойны за наличие пешеходных переходов. Расскажи немного о себе. Где ты живешь? Я живу в Испании, в провинции Кордоба. О, Испания это круто. Как давно ты туда переехала и долго ли пришлось осваиваться в новой стране? В июне этого года будет 5 лет, как я здесь живу. Изначально у меня не было мысли о том, чтобы уехать жить в другую страну. Просто в России, в том городе, где я родилась, меня не ждало ничего хорошего. Поэтому мама, зная это, предложила мне переехать ради моего будущего. Страну я тоже не выбирала. Просто переехала вместе с мамой. Было сложно, особенно первый год. Так как я не знала языка и могла разговаривать с одноклассниками первое время только на английском. Я училась год в школе в деревне в провинции Кордоба. Не скажу, что мне сильно нравилось там учиться, так как культура совершенно другая. Другие ценности, к чему я не могу привыкнуть до сих пор. По какой специальности ты учишься в Испании? Я заканчиваю в этом году поварской колледж по специальности повар-технолог. На учебе мы изучаем кухни разных стран, национальные, испанские блюда, выпечку и десерты. Ммм, какой вкусный кибер-круассан. Люблю пиксельную еду, она не калорийна. Разумеется. Ведь это прекрасные кибер-круассаны от нашего шеф-повара еды сжатого формата. Угу. Знаешь, какой у него слоган? Какой? Готовлю еду с пиксельным лицом. Кстати, какое твое любимое испанское блюдо? Испанская кухня на самом деле богата на региональные блюда. В разных частях Испании можно попробовать еду, которую не встретишь ни в каком другом месте. У меня нет любимого блюда. Могу лишь сказать, что мне нравится пробовать что-то новое и экспериментировать с ингредиентами, сочетаниями вкусов и так далее. Особенно меня вдохновляет молекулярная кухня. Но к Испании, к сожалению, она не имеет отношения. А русское блюдо? Русская кухня мне напоминает о доме. О домашней выпечке. О чем-то, что приготовлено с любовью и заботой. Среди русских блюд тоже не могу выделять какое-то одно лучшее. Но есть одно блюдо, которое мне хочется отведать каждый раз, когда я приезжаю в Россию. Это пельмени. Либо со сметаной в прикуску, либо со сливочным маслом и черным перцем. Да, пельмени – это прекрасно. Определенно. Безусловно. Отлично. Логично. Какое у тебя хобби? Не люблю сидеть без дела, ищу себе увлечение. А если серьезно, то случается так, что хобби является не только моим увлечением, но и работой. Мне хочется доводить до серьезного уровня все, за что я берусь. На данный момент моим увлечением и по совместительству работой является разработка дизайна игр. До того момента, как у меня получилось найти работу по дизайну для игр, я пыталась учиться рисовать элементы, которые наполняют игровую сцену. Персонажи, локации, второстепенные предметы. И пробовала себя в 3D. Ты еду случайно не рисуешь? Я дизайнер крошек на тарелке для пиццы. Знаменитый дизайнер объедков на полу школьных столовых. Да, вот оно, современное искусство. Можешь ли ты поподробнее рассказать о своем хобби или, может быть, работе? Как давно ты начала заниматься этим и что сподвигло? Пока что я нахожусь в начале творческого пути. Реализую себя как художник по интерфейсам и иконкам для детских мобильных игр. Индустрия разработки игр на самом деле довольно интересна. Мне нравится изучать опыт игроков и, базируясь на нем, разрабатывать дизайн игры, делать его удобным для игроков. Во всем, чем я занимаюсь, кроме учебы, я самоучка. Мне нравится самой изучать что-то новое, в своем ритме и не брать ничего лишнего. Все-таки, когда творческим профессиям обучают в образовательных учреждениях, рассказывают много лишней информации. Но, безусловно, дают ту базу, которая не устареет даже с прошествием времени. Ой, начос упал. А спонсор показа – падающий начос. Падающий начос. Не роняйте еду на пол. Нравится ли тебе быть модератором Шарарама? Не могу сказать, нравится мне или нет. Мне, скорее, нравится приносить пользу другим, наблюдать и созерцать. Также я получила опыт взаимодействия с другими людьми, опыт анализа поведения людей. В реальной жизни мне это очень помогает. Мне даже хотелось бы вынести эти навыки на более профессиональный уровень. Выучиться, например, на психолога или психотерапевта. Вообще, работа с людьми и особенно с детьми очень кропотливая. Для этого нужно очень много терпения и любви к людям. Сколько времени отнимает у тебя эта работа? Времени отнимает немного. Так как я уже сказала, мне просто нравится приносить пользу и извлекая также для себя что-то хорошее. Я посвящаю модерированию и общению с игроками свое свободное время. У меня его сейчас, к сожалению, не так много, но мне нравится постоянно чем-то заниматься. Не люблю сидеть без дела. Ой, смотри, снег означас. Кто-то за окном джекпот сорвал. Хватает ли времени на личную жизнь с такой загруженностью? В реальной жизни я довольно закрытый в себе интроверт. Люблю работать дома в тишине. Предпочитаю избегать шумной компании. Честно говоря, из-за моего домашнего образа жизни у меня мало близких людей или друзей, с которыми можно было бы интересно проводить время, сидя дома. В Испании, к тому же, менталитет сильно отличается от российского. Люди намного более открытые и любят проводить время в больших компаниях. И громко разговаривают. Поживя какое-то время здесь, я поняла, что такой вид жизни не для меня. Поэтому предпочитаю виртуальное общение живому. Плюс времени действительно не хватает, чтобы с кем-то куда-то ходить. Я все же предпочитаю мультизадачность. Делаю всегда несколько дел одновременно. Смотрю сериал, например. Делаю что-то по работе. Учусь параллельно. И вообще в целом дорожу своим временем. Знаешь, как я понял, что интервью подошло к своему завершению? И как же? Еда закончилась. Спасибо, Кать, что пришла к нам на интервью. Мегабулочка к вашим услугам. А если вы внимательно смотрели видеоролик, то смогли заметить промокод. Для вас вещали Катя Сатифобия. И Даня Войток. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok